Служба в вооруженных силах – важный этап в жизни каждого мужчины. Для молодых людей это хорошая школа. Не зря говорят, что в армии парень становится мужчиной. А некоторым удается получить и воинскую учетную специальность. Для того, чтобы подготовиться к службе и заблаговременно определить свое назначение в армии, необходимо обратиться в Рассказовский военкомат. У призывника есть возможность выучиться на военного водителя разных категорий бесплатно. Как получить льготу на обучение и чем эта специальность может помочь в армии, расскажет Екатерина Студенова. Молодые парни, которые достигли призывного возраста, имеют возможность получить специальность военного водителя. Призывники обращаются в военный комиссариат. Но есть одно условие – сделать это нужно за год до отправки на службу в вооруженные силы. Юноши, которые обучаются в техникуме, они могут получить в своем техникуме категорию С. По исполнению 19 лет им они могут обратиться в военный комиссариат и получить бесплатную доподготовку по категории С, получить военную учетную специальность по категории С как водитель. В дополнение к категории С юноши могут получить такую же специальность по категории Е и Д. Соответственно, по категории Д они должны иметь один год стажа управления категорией С, а по категории Е они могут сразу прийти и пройти доподготовку по этой, как сказать, воинской учетной специальности. Основным направлением в обучении автошколы ДСААФ является подготовка военных водителей и военных топливозаправщиков. Эти специальности востребованы на службе в армии. Автошкола и Расказовский военкомат сотрудничают уже долгое время. И за прошлый год только по городу Расказово выпустили 91 военного водителя. Причем ребята приходят, можно сказать, разносторонние. Ребята приходят с высшим образованием, которые окончили университеты, очень хорошо подготовленные, рудированные и все остальное. И приходят ребята, конечно, со школьной скамьи. Социальный уровень, конечно, разный бывает. Прежде чем начать обучение, призывники обязаны пройти медицинскую комиссию. И только после того, как специалисты дают заключение, что парень годен к службе, автошкола формирует группу. Сами курсанты говорят, специальность нужная. И не только для армии. В жизни любого мужчины могут пригодиться такие знания. У меня эта специальность нужна. Я считаю, что в будущем она мне в армию пригодится. Граждане, получившие воинскую учетную специальность, водитель категории С, Д и Е, служба проходит у них в основном Москва-Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Сейчас в государстве стараются поднять престиж службы в армии. И кроме всего прочего, есть преимущество в получении высшего образования. Бойцы, которые отслужили срочную службу, получают право на льготное поступление в ВУЗы. Возможно, замена вступительных экзаменов с обеседованием или освобождение от экзаменов по общеобразовательным предметам. Кроме того, сам факт службы в российской армии дает весомые преимущества при поступлении в военные учебные заведения. На основании рекомендации командира воинской части после увольнения с военной службы по призыву, солдат также получает право обучения на подготовительных отделениях ВУЗов, за счет федерального бюджета. Екатерина Студенова, Степан Деколенко, Новости ТВ Рассказово.